Добрый новый день! Сегодня пятница, 24 ноября. Я Анна Филиппова. Водителям часто желают удачи на дорогах, но одной удачи мало. Им еще обязательно нужно контролировать все, что происходит вокруг. Острота зрения водителя – это основа безопасности не только самого водителя, но и других участников дорожного движения. Слово – специалист. Одной из частых проблем водителя является условие плохой или недостаточной видимости. Водитель может быть ослеплен фарами встречного автомобиля. Это могут быть прямые солнечные лучи. Либо условия плохой видимости, когда водитель просто не увидит какое-либо препятствие на своем пути. Сегодня в мире существуют специальные очки, разработанные для водителей. И тогда каждый водитель сможет себя комфортно и безопасно чувствовать на дороге при любых погодных условиях. Если у водителя будет плохое зрение, то тогда лучше выбирать очки специальными диоптерами. Если же у водителя хорошее зрение, то тогда достаточно очков солнцезащитных с поляризационным эффектом. В современных оптиках существуют специальные приложения, в которых можно посмотреть все виды очковых линз для вождения. Например, тонированные линзы. Они бывают разнообразных оттенков и разнообразной насыщенности. Бывают даже оттенки таких необычных спектров. Либо это линзы антифары для вечернего и ночного вождения. Следующий вариант очков для вождения линзы хамелеоны. Так называемые фотохромные линзы, которые темнеют на улице под воздействием ультрафиолета. Самый лучший вариант для вождения очки с линзами, которые имеют функцию и фотохрома, и поляризация. Без поляризационного эффекта и с поляризационным эффектом. Выбор водительских очков сейчас очень разнообразный. При правильном и грамотном подборе вы сможете найти для себя подходящую модель. Билеты в кинотеатр Мерлуксор получит тот, кто первым правильно ответит на наш вопрос. Какой фильм, снятый в нашей стране, был первым удостоенным премии «Оскар» как лучший иностранный фильм? Пятница – это время для традиционной киноафиши. Снеговик. В течение многих лет, в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается. Тайна Кокор. 12-летний Мигель тайно мечтает стать музыкантом. Тайна, потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Когда-то его прадед оставил свою жену, прабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не дает спокойно жить самому Мигель. Это все на сегодня. Хороших выходных. Ну а завтра, завтра обязательно будет новый день. Благодарим за помощь в создании программы «Имидж оптика Бутик». Компания «Имидж оптика» представляет новейшая коллекция прав в «Прадо», «Версачи», «Армани», «Рейбан», «Дольче Габана», «Хьюго Босс», «Тиффани». В бутике на Ярославской 27. Увидимся в деловом центре «Республика». Вход через апарт-отель. «Имидж оптика». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.